итак всем привет сегодня кто не сегодня вторник до завтра я еду в польшу короче купила хамсы так на ела шашу вылазит голова раскалывается передала маме еще передача так это хлеб который я сгрызла это в дорогу хлеб потом сыр в дорогу колбаса помидоры это пемза купила потом купила еще таблеток белый уголь декателен от горла кетанов обезболивающий и цитрамон так теперь осталось все это собрать вообще сейчас буду отдыхать голова вообще такая чумно сейчас померяю давление буду отдыхать но это видео я думаю вы уже смотрите когда я уже приехала и отдышалась сейчас покажу что у меня там с вещами вот такой рюкзак купила вот это мешок и это это куми отдам это мои еще вещи короче как-то будет решила короче решила я померила давление понижена то голова болит на до час кофе пить потому что она даже если поспишь не пройдет решила хозяйки заранее не говорить потому что я долго думала мучилась думаю как же быть и подумала что если я еще скажу она завтра приедет забежит 8 часов утра не даст мне не со не отдохнуть не собраться не помыться ну ничего не даст потому что люди такие они только в свою сторону в основном тем более судя по тому как они реагировали когда был замена сантехники протекла и они обвиняли меня бегали тут вещали то я представляю они могут забежать и вещать бегать нервы мне вытрепают я пойду раньше времени на поезд и смысл короче вымучиться поэтому я решила сохранить свое здоровье сберегте и я соберусь завтра спокойно выйду когда мне надо час так в час ключ в пакет в этот конверт и почтовый ящик позвоню скажу что я уже съехала что забирайте ключ так будет гораздо проще и сэкономит мне кучу сил и здоровья потому что нельзя по-честному нельзя никак если я сейчас скажу она завтра прилетит я уже такие кадры знаю и будет бегать и дед будет тут шо 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 я залог я оставляла 1200 это пойдет на коммунальные они могут прибежать и кричат давай еще за коммунальные ну в общем я ж не знаю реакцию их не но судя потому что как они реагировали не спасибо даже не сказали что их не дырявые трубы заменяла я лично то не будет дело с их с ими не будет спокойно я бы с удовольствием им сказала сегодня если бы они завтра спокойно пришли а если они прибегут и будут тут бегать я же не знаю как они реагируют поэтому так сделаю кратить у них тут ничего даже если кто-то даже никто не подумает что там ключ может быть да и крась тут нечем абсолютно вот за драклявую мебель кому нафиг она надо поэтому так я сделаю спокойненько выйду выеду и уже когда буду вне квартиры тогда я позвоню я хай приезжают забирают и все потому что зачем я всегда хочу сделать чтобы было удобно кому-то о себе а мне неудобно все люди вообще делают забивает их и все я же стараюсь вечно правильно сделать ключ и такое состояние это давление упало у меня сейчас надо кофе заварить и короче выпить я спокойно соберусь помоюсь завтра не спеша выйду в час а то они примчутся я же говорю 8 часов и будут бегать нервы трепать их же не выгонишь и я как я будут еще кричать хватать за грудки брать зачем она мне надо вот такие это дела все товарищи немного разгреблась болела голова выпила кофе потом потихоньку убирала вот у меня вещи тут смотрю городок слушая вернее короче потом роутер наверно с собой возьми я не знаю будет он действовать больше это вещи которые надо завтра отвезти к уме на такси потому что в руках я никак это мои вещи вот это чемодан вот это вот это еще одно одеяло и там вот эти барахло постели это все пойдет к уме так стол переставила сюда еще фен спрячу но я им еще буду сушиться так это я в этих пойду то рукавицы к уме вот эти тапки к уме тут что смотрим ничего нету чайник еще чай буду кофе делать может быть это хозяйские причин дали достала чтобы она их потом не искала чашку к уме ложку мне вот это помыть надо почистить будет у кастрюльку и там посуду с собой это тут тарелка 1 еще что-то буду с собой холодильник размораживаю это в мусорку это говно такое редкостное купила сыра он тоже говняный как мне надоели эти говняные продукты купила типа сырный продукт дорогу но его нельзя есть надо наверно выбросить вот этот сыр не знаю так келька тут колбаса этот сырный продукт который никакой но 10 гривен так это с собой забираю тут чай соль просто еще только открыла очки это двор это тут короче надо сейчас еще помыть так вот это убрать вот сюда скатерть забрала куми в принципе так уже более-менее мусор вынести надо сегодня тоже помыла пол уже крошки позаметала и помыла и уже эти шелуха семечек то я так вам убираю ну то есть я вот так вот убираю но у меня вот так вот мусора постоянно и меня это кумарит поэтому я не могу быть в уборщице потому что я хреново убираю ну так все тут ничего уже нету лампочки хайсаны вкручивает так пошла еще купила минералки потому что что-то мне желудок не очень на нервах все просто воды в дорогу потом на завтрак купила на кофе жвачку в дорогу печенье мария в дорогу пельмени сейчас пожрать яйца сварю в дорогу 5 штук впрочем вот это все сейчас вам покажу как у меня тут вот это выкину ну тут уже помыла все больше нигде ничего нету холодильник до размораживаю потом включу его на ночь чтобы моё не пропало потом отключу он не будет на мороженое впрочем так вот представляете взяла шлепок обувать и там вот такой клок волос в самом тапке домовой где нашел говорит вот еще твое но это я сама такое придумала но просто так чётенько в самом тапочки клок волос вот в моих же же естественно где-то они завалялись не знаю ну короче так наталкивает на мысль что как будто точно домовой так это шокуме отвезу там подсолнечное такое все это моя ложа я там сплю спала последний месяц это мои короче эти вещи которые надо в общем чемодан набитый одеяло еще буду брать вот это я его не знаю либо сюда либо туда как-то в толку но он влазит на просто ничего не такое тянули рюкзак конечно очень в тему просто спасение в рюкзак влезла шуба чтобы вы понимали вот сюда тут будет ноутбук тут документы короче и курточка влезет и не знаю еще куда как к там кастрюлю лежат сверху так я не знаю куда их за трамбу вот это хреновый чемодан он те чисто так на курорт съездить надо вот таких два но я видела у нас 1000 гривен стоит такой чемодан но не такой хуже конечно но похожий штука ну думаю пока может справлюсь а вообще было бы два у таких и все туда только какие-то вещи легенькие все больше не надо надо будет купить обязательно в общем вот так вот тут мои труселя сохнут тут короче так лампа то уже сами хай там доставляют стакия пришел к выводу что я когда завтра съеду спокойно без спешки тогда положу короче ключи в эту почтовый ящик конверте там уже китанция лежит так что никто его не возьмет кому на нафиг надо тем более я заварю что тут шут брать вот этот шкаф или шоу от ковырят тут брать не или вот этот холодильник украдут сейчас сварю этих пельмени жутко дорогие такие пельмени но они для детей поэтому с трех лет поэтому я решила их поесть но они не будут не разъедать желудок 5 яиц сварю я думаю хватит колбаса ну сыр тот возьму уже в дорогу раз я его купила может все таки как-то пожую не знаю сырный продукт не сыра сырный продукт просто она никакой вообще пластик поможет даже отдам куме можно катал хату кошки вскормит она не будет есть такой все все собрала помыла позаметала молодец потому-то утром вынесу еще мусор когда буду вызывать такси ехать до кумы 10 или еще что-то мне такое ночи то тень наверно не какой-то как полоса ну как-то помыла плиту конечно не досконально тут естественно ну вроде более-менее вот эти просто сами эти я не помыла ну это их долго я тут поменяла вот эти шланги их поменяли на хорошие которые будут служить вечно вот этот кран поменяли при мне вот эти трубы поменяли вот это при мне в общем на кухне всю сантехнику поменяла чистила два раза канализацию при заселении чистила и потом через время так что я не считаю что я была плохой квартирант кай единственное что я не хочу вот это себе проблем на свою жопу поэтому так придется уехать потому что если я скажу что я уезжаю то они завтра могут прихерячить 8 утра я спокойно просто не уеду и не объяснишь отстаньте дайте это они будут ломиться стучаться может быть может и не а может и так поэтому дабы спокойно съехать я буду короче вести себя таким образом не очень красивым дом нормальным я считаю залог у меня 1200 коммунальные эти до 400 гривен то есть 400 гривен еще остается думаю обижаться не нашел разве что если неадекватный человек то он может обижаться вот так вот ну все друзья вывезла все вещи к уме это мои вещи тут такой тяжелый и тут еще чуть-чуть и еда будет тут и вот этот на спину все теперь я могу спокойно помыться тапки даже отдала у меня где то есть тапки но не хочется их вытягивать это потом соберу волосы посушу так это там будет пенза все пустота осталось немного еда еще надо сварить поесть пельмени все неужели я все собрала барахло не верится даже то лампочки чтобы они повкручивали бы я не достану я думаю я неплохой квартирант было сегодня ночью вот тут лежали мешки и такой пакет целлофана я проснулась от того что услышала кто-то как бегает по пакету я короче перепугалась и не могла заснуть где-то час это видимо домовой показывала шоу сучка ты уходишь а я привык ноги грязные надо сейчас еще по заметать в общем вот так вот прожила я тут с апреля месяца прожила я тут с апреля с апреля по моему прошлого года апрель май июнь июль август сентябрь год и пять месяцев я прожила полтора года тут прожила аж не верится что я сколько тут прожила ну не могу сказать что тут было плохо тут хорошо было но немножко страшно потому что дом очень старый дому не знаю сколько лет больше ста наверно поэтому тут всякие эти духи летают я их наверно чувствую что страх берет спасибо этому дому этому домовому куме привезла вещь она надеюсь ты мне своего домового не привез думаю нет тут же тоже надо кому добыть вообще говори я не знаю ну что рюкзак тяжеленный ой вот этот но я буду брать такси чтобы ну до украины от украины у нас там останется украина едут маршрутки на киев буду вызывать такси потому что тянуть на горбу это нереально тяжело но уже в киеве придется волочить в метро потихонечку не спеша один рюкзак принципе на спине я не знаю правда куда второй этот маленький рюкзак там будет еда там просто кое-что не влезло может я еще у кладу сейчас попробую но большой чемодан точно ничего не лезет там уже одеяло положила и все под завязку а без одеяла тоже плохо приедешь а потом попробую купить денег у меня могу вам сейчас уже сказать 1300 злотых у меня всего лишь ну позже будут у меня деньги у меня будут ну будет пенсия на следующий месяц и в следующем месяце будет с ютуба вывод около 100 я надеюсь может больше если сейчас прорвет видео и главное мне отдельную комнату чтобы я могла в интернете работать потому что в хостеле никак я единственное переживаю сейчас за то как я найду комнату дальше потому что я-то забронировала конечно я молодец на четверо суток за 320 злотых то есть по 69 злотых за сутки ну зато я знаю что я приеду и мне будет куда ехать может даже я приеду вызову убер не знаю посмотрю потому что не знаю как я с этими чемоданами лучше все таки наверное через убер и я введу улицу куда мне надо приеду и все там уже выгружусь и буду сидеть на говорится выжидать звонить хозяину телефон еще надо подзарядить и отключить связь сеть чтобы она не разряжала телефон и главное не пользоваться телефоном потому что батарея выдержала хотя в поезде должна быть зарядка но кто же знает пока смотрю еще место надо мной не занято очень надеюсь что никто уже не позади но по вагону везде есть места не около туалета то есть я надеюсь что людина и кабури куплять уже последнюю минуту она просто выберет там где не под туалетом а у туалета сказать и там воняет они все равно я принюхаюсь и не будет слышно мне тишина и спокойствие важнее чем запах если выбирать между запахом и тишину и спокойствием то я выберу тишину тишины тишины я представляю как хозяйка будет в шоке что я съехала да еще и ключи в почтовый ящик сунула ну я в конвертики положу ней конвертик подготовлены и сразу и позвоню ну когда буду уже около маршрутки чтобы не такси говорит чтоб такси с ней вернулся хотя ему нафиг не надо ну на всякий случай я все всегда напереду так предрасполагаю думаю что будет так что вот такие то дела вот такие дела вот такие дела делаю шаг вперед все пойду я намыться набирать ванну или так не знаю помою голову высушу потом пожру и буду готова к отправке сейчас наверное я выеду на такси чтоб там там же еще маршрутка может стоять но надо по наполнению едет так что пожелайте мне удачи хоть уже задним числом но все равно будем пытаться прорваться прорываться дальше все почти на взлете за металла телефон на зарядку поставлю еще попью кофе и будем выдвигаться я так неплохо еще выгляжу друзья вот такой это у меня номер люкс я две полки купила и походу третьего не будет я еле залезла такие узкие улицы тут если в 200 кило весел то свет короче радио чешусь такое вс а вода наверное включается чей не знаешь вешалки прикольно сейчас буду фоткать короче друзья тут есть вот такие полки я ошибалась что тут не модель вещей тут есть полки но все равно круто когда посредине никого нет может я даже туда запхаю и не буду разложивать эту полку будут класс вот это я понимаю сервис вот так вот надо встречать звезд купила себе две полки и балдею класс хотела в ножку задрать но там еще стоят пограничники вот это я понимаю сервис а то вот это я думаю что так надо встречать короче сказали съесть мясо и сыр до пяти утра иначе могут штрафануть а еще я в метро платила 8 гривен за свой чемодан большой короче знаете тут на двоих человек вообще отлично на троих до чемоданами это жесть короче так это замахалась немножко 5 утра должна быть таможня ой как же балдежно широк выдвигать нижняя полка выдвигается вот так вот вперед и такое чувство у меня было что надо делать за двухспальная кровать могут как офигенная полуторка а еще одной женщины на перроне украли чемодан не знаю как она задевалась я слышала потом краем уха что 400 баксов было в чемодане а мимо меня этот вор пролетел по моему я еще обратил внимание что быстро кто-то бегит ну как люди бросаете вы свои чемоданы нельзя аж так делать я понимаю что она бывает помутнение короче тут толпа китайцев они пошли уже в туалет все заглянули ко мне так я закрылась чтобы не зыркали так классно ехать когда ты вольгод на лежишь тут спинка у тебя перрон сейчас пофоткаюсь теперь задача номер один это снять комнату разместила объявление в одной группе так мне одна нас смешила но я там написала свои пожелания люди почему-то считают что пожелание комнаты в пределах нормальной цены и пожелание то что мне курили в квартире это что-то сверх это что-то сверх и смешно не знаю короче мне лично обидно чем я насмешила и даже настолько я задеваю человека притом она была у меня в друзьях ключевое слово было потому что ну зачем мне друзья в человек который стебется вообще не понимаю короче надо есть колбасу я ж купила колбасу а теперь сказали ее сожрать либо выкинуть выкинув в окно на ходу шучу хлебала пошел на перроне много собачек бегают у меня есть окошко я могу выкинуть собачка спешу по мусорка есть сыром по хрякалу короче бегают и бегают у меня тут есть защелочка так что классно ночью я защелкнулась и все будет безопасно а то так стрёмновато не мне конечно китайцы нравятся они такие симпатичные все но все таки как бы даже все таки пояс круче тут все носятся как сумасшедшие а это мне рядом тут туалет я буду слышать как льется из людей жидкость и они наслаждаются процессом а я поняла почему тут никто не хочет тут все носятся туда и сюда и туда и сюда и мим-мим ладно будем дальше смотреть но граница сказал до пяти надо съесть значит пять часов граница я думала в два часа то когда со львова люди ехали то у них два часа уже было границ нас пять утра так же классно после пяти еще ляжешь поспишь до десяти вольготно кто-то тут напердел на не шучу не может быть такого короче у меня даже спросили вообще-то я украинка или иностранка потому что я сказал что мы тронулись купила два билета так мне спустя вообще украинка поехали потому что как-то странно чтобы украинка пока ребята пока все сейчас снимем вот так вот девчонок сняла класс балдеж я рада что я поздно поехала я не знаю как дальше будет но пока мне все нравится написала кстати своему хосту шо я приеду на английском написала шо я приеду короче через час в 12 но у него заселение в 12 принципе он написал окей думаю слава богу среагировал пётр я еду к тебе класс как же офигенно я офигею люди покупайте вот так вот себе билет возле параши два билета покупайте короче будете всегда как королева пофиг что возле параши ну пускай там попукают пописяют шоу как дождь пошел с грозой короче класс как же кайфово сейчас буду сразу жрать сразу жрать самая наша главная задача сил и давай жрать не успел съесть но надо уже начинать так что надо до пяти сожрать колбасу я шоу даром покупала не даром я не хотела покупать сыр тут он же не вкусный а теперь его надо жрать уже как тут классно это вообще самое крутое купе в моей жизни я реально волдею даже если тут еще одна морда была нормально на двоих вообще вот так вот на троих тут уже немножко тесновато можно двое и ребенок сейчас вам Киев покажу вот он Киев строится или замерзшая стройка или строится кстати тут где-то должны быть резетки вот тут было бы удобно надо где-то найти не знаю можно проводника спросить но где-то они должны быть а уже здесь класс свежий воздух пошел короче не знаю где резетка надо потом найти воздух вон что-то показано не курить не дымить и мыть руки это что такое шкафчик а тут вот она вот она красотка класс я надеюсь она рабочая не знаю для чего эти держалки но резетка уже мне нравится обалденно 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 все надо есть друзья тут даже есть вода смотрите ура класс это такой столик поднимается я тебя люблю поезд даже есть вода просто не надо никуда идти умылся тут помыл зубы помыл морду смотрите смотрите как офигенно вообще класс обалдеть у некоторых поездок я знаю что не работала вода у меня работает а у меня есть классно вот представьте если эту полку разложить то она получается на таком уровне и ты на этой нижней уже можешь только лежать потому что тебе некуда больше деваться ну вот видите такое расстояние то есть когда ее разложишь вот так вот то тут просто как полка шкафная кстати самая широкая полка это вот вторая получается все надо кушать блин прикольно прикольняча ох хорошо то как лепота наелась вот я и наелась вот я и согрелась вот я и балдею деловая колбаса короче ела колбасу потому что ее надо съесть до 5 утра и пельмени хотела бы чайку бы так это ж надо идти до проводника а так лень вот бы он пришел сам короче такой балдеж вы не представляете это просто лежишь себе ноги задираешь как же я люблю такую балдеж пограничники опереют я всегда люблю и удивляю потому что они всегда у меня когда я ехала помню с россии с чемоданом а там столько барахла моего огромный чемодан один правда он такой пограничник сел печально и давай рыться в моих вещах а это шоу а это шоу а это шоу а это там и пробники духов и шоу только там не было он он скажет духи шоу ли говорю да это русская помню ну пограничники а наши ги 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 га 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 покер хоть там бомбу везет даже не проверяли тогда ну это когда-то я пятнадцать шестнадцатом году ездила вот теперь я могу тут снимать мне же делать нечего а телефон зарядить ездить вот теперь я могу тут конечно вот и чаек подоспел сходила в туалет там такой просторный туалет короче вообще я тут взяла в ухо но я не знала что тут столько места на полу но если бы еще люди были то конечно было бы тесновато ну тем более чужие ну и и но и а Продолжение следует... 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 Мне написал... Продолжение следует... 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 и короче ты встаешь и думаешь капец все сейчас должны проверять чего-то проверять остановка березань кому надо вылезай разместила объявление сниму комнату в нашей группе русскоговорящей у польской нашей меня уже вы смеяли поиска предложили три варианта вот вы скажите почему наши люди такие тупые я даже не назову это тупые скорее всего ехидные это туалет всегда снимайте ой снимайте покупайте билеты в туалет это непревзойденное чувство это носик я на тень смотрю я на тень смотрю чай а ночью еще и курили там я чуть не задохнулась когда курили все поперло сюда а бедный мой глазик резали тут как классно хорькают и писяют это тут рай для извращенца как хорошо в переносном смысле они ж не знают что тут так слышно но доброго дня шановные депутаты я лидер фракции это смыли сейчас начнется паспортный контроль ждем все подготовила утром человек обычно превращаются человека убийцу у меня хочется всех заткнуть и прибить чтобы они не галкали китайцы на китайском чтобы не галкали люди за стенкой чтобы не трендели за той стенкой чтобы не стали и не харкали такое состояние убита вообще просто вы знаете это 2 500 я отдала за то чтобы так вот мучиться лучше вещи 2 500 нашла и полетела самолетом буду знать ездить поездом это немножко мучительно конечно это лучше чем автобусом гораздо лучше на 50 процентов но самый лучший транспорт это самолет это неоспоримо потому что калантыришься считая с пол четвертого утра и не сплю потому что начали бахкать вагоны подо мной какие-то запчасти лежат это вообще какой-то цирк на дроте положить инструменту здесь подо мной а потом меня будить чтобы я вставала они брали сейчас от 6 часов почта пол пятого пол шестого два с половиной часа я уже не сплю зашел давать такие деньги так самолетом ты сел и полтора часа ты уже на месте все а тут сиди нюхай-ка короче то перзят то курят все товарищи прошел паспортный контроль не нам уже еще вещи будут смотреть я вам сейчас расскажу что он у меня спросил открыл дверь окинул взглядом взял паспорт говорит куда пани едет до варшавы начало что делать он что делать паспорт так пересмотрел поискал визу наверное так я поняла что он поискал и говорю сразу говорю бенжи подавать на карту часовую побыту сразу что там поставил даже не денег и страховки ничем но вам сейчас покажу как у меня все подготовлено то есть насколько все просто не надо ничего выдумывать брать а соседнем купе у всех посмотрели и деньги и страховки и вещи посмотрели где-то там на полках то есть тут важно как вы относитесь если вы говорите что вы едете на 4 дня вас будут точно проверять потому что это странно как минимум и все знают что это вранье что все едут на работу можешь не дурачок сейчас покажу как у меня все тут я устроила поставила я все свои чемоданы эта папка там страховка виднеется все вот так вот видите уже расцвело то есть просто спросил что я еду все не денег не страховки не подтверждение ничего не спрашивал не знаю может кто-то еще зайдет вещи вот эти посмотреть пока все тусуются но мне кажется что уже все он один просто видит что я все по выставляла не попрятала а он еще заглянул правда на верхнюю полку там я одеяло немножко сдвинул так он подумал мы там что спрятана короче он понял шоу 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 я его поняла когда он удивленно сказал студия ватч на верю так он думает у него не мой вопрос а как же где же визу я ему сразу предупредила вопрос следующий говорю буду подавать на карте меньше подавать на карта по быту часа влево не все оказывается короче время то у нас разная по польше сейчас 546 до 5 часов по больше мы начали досмотр а по нашему уже 646 начать разницы и не могу читать телефон ничего настроить прошел уже контроль вещевой а тот рюкзачок посмотрела на девушка там кастрюли шуба аварю горнки хутро в общем пару слов спросила куда я еду на польском отвечала ей примитивные слова на польском можно сказать ничего такого все у меня вообще тут смотрели три секунды а дальше всех уже подольше уже скоро и приедем туда-сюда 4 часа и варшаве аж не верится так блин даже деньги не спросили не страховки не день ничего общей шо значит короче уверенность себе честный ответ пограничники хорошие психологи они специально это развивают потому что когда им начинает чесать пару на три дня еду конечно они начинают шмонать покажи день и раз ты едешь на три дня для начала хотя бы интересно шо повлияло шо он быстро печать штампану мне кажется что то что я предугадала его безмолвный вопрос типа на студии удивленный типа а где же дальше было как будто сказано но не сказано а где же виза а я сразу ему а я буду карту побыто делать он еще не спросил а я уже он понял что я врать не буду потому что знаю эту специфику короче такая довольна собой как слон теперь мне еще главное доехать до точки дислокации короче вот это туалет такой смывается колбасу выкинула туда даже не то что вообще она спросила мясо нету наса аврине нету наса не везу такого вообще вегетарианка иногда эту колбасу жру но я ее выкинула короче такие то дела уже светло и божий день значит этот мой силе в каком-то так что друзья когда едете никогда не врите если вы ничего не нарушаете вы едете куда вам надо едете на работу говорить еду на работу устраиваться все все поехали вот и вся проверка никаких страхов нет а то начинает писать всякую гадость никому нет дела вообще шо ты там будешь зашел ты там будешь если ты в себе уверенный не врешь вранье сразу слышат это проверено если ты врешь запинаешься обязательно проверим сейчас появится польская сеть так быстро рассветнул капец все пил кофе короче так принципе неплохо вот тяжело было сейчас уже перегуляла но сейчас еще буду ложиться дрыхнуть хорошо делать пкп каркарка пкп тоже на польском вот вам и больше час холодно но по прогнозу в 11 часов уже будет 20 градусов так шоу все нормально шельм шайм и не хаил да я смотрела там еще несколько станций до варшавы потом будет три варшавы остановки на конечный выдох че буду там выбегать где-то на центральной варшаве сходня захоть на заход не захотная варшава заход заходня в общем не знаю где мне выходить честно говоря такой запах короче резины поляной вот уже видно сразу что это не украина по таким крышам не знаю смешанные чувства и радости и тревоги тревоги но я себя чувствую совершенно свободно с поляками потому что язык знаю так уже не говорю себе стараюсь говорить так прикольно хотя простейшие слова для того чтобы общаться с пограничниками или там в магазине это все простейшие элементарно а возможно на все простейшие вот так вот вот так вот Продолжение следует... 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 Сегодня тринадцатая, завтра мне на занятия. Я просто один день ничего не снимала, потому что мне надо было собраться с мыслями. Трясёт как. Кстати, когда я в очках, у меня люди на меня больше доброжелательные взгляды бросают. Больше внимания и улыбаются. Очки дают какую-то мистику. Многим внушают доверие человеку в очках, наверное, я не знаю, это мне так радуется. Может, я в очках себя чувствую увереннее, поэтому так всё буду снимать в пользу местности. Сразу видно, что не Украина по крышам красивым таким. И некоторым насадкам этих ёлочек, насаждениям. Добавил субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok